Данила Добревечер готовится работать с деталями. Сразу и не скажешь, что эту практически ювелирную сварку выполняет вчерашний студент Тамбовского приборостроительного колледжа. Здесь, на заводе «Комсомолец» юноша проходил производственную практику. Параллельно работал как ученик. Система наставничества, действующая на предприятии, позволяет делать это даже людям без опыта. Когда я пришел, мне сразу поставили электросварщика пятого разряда в наставнике. Он мне все объяснил, как здесь все устроено. Рассказал, как здесь работают аппараты, как лучше варить. Подсказывал мне и наставлял. Сейчас Данила – электросварщик второго разряда, но в планах у молодого человека получить высший пятый, как у Владислава Саблина. Он сварщик с 20-летним стажем и один из тех самых наставников, из-под чего крыла вышел как минимум десяток перспективных работников завода. «Это все в основном молодые, которые на практике приходят. Они, как правило, приходят еще на начальной стадии, приходится все сначала практически. Сам процесс, технология, потому что всегда, когда ты учишься в училище, там такого все равно. Я сам учился, нет таких знаний. В основном все приходит с практикой. Я сам приходил учеником сюда, начинал с нуля практически». Наставник отмечает, что завод нуждается в новых руках. Профессионалы готовы обучать и принимать пополнение в ряды сварщиков. На весь период обучения предусмотрена оплата где-то в районе 17 тысяч рублей. И с учетом того, что учеником на предприятие может прийти и действующий студент, эти деньги станут неплохим дополнением к стипендиям. Отмечается также, что сегодня завод испытывает дефицит квалифицированных работников. Особенностей не хватает конструкторов и технологов. Предприятие было бы готово принять около 200 таких сотрудников. Юлия Савушкина, Николай Иванов, Анна Мусатова, Область новостей.